Здравствуйте, меня зовут Роман Курмашев, я расскажу для тех, кто интересуется историей Земли, может услышать версию, которая передана из источника первых людей, которые были на Земле, которые остались и передавали эту информацию, традицию исключительно из Уставусы, Пустая, благодаря некоторым вещам, таким как даже преследование церкви, и скрытие информации. История, я могу вам рассказать такое видение, вы можете послушать это на английском языке, то есть вкратце, вся история строится на том, что солнце никогда не гасло, никогда не погаснет и никогда не взрывалось, оно было всегда и будет всегда. И раньше наша Земля, она находилась в 23 градуса, сейчас она наклонена на 23 градуса, она находилась на 23 градуса обратно, и жили люди кругами, были округи, круги, и в каждом кругу были круги, где жили мужчина отдельно, в кругу женщина отдельно, и был у каждого из рода свой круг. Откуда люди появились, как Земля появилась, вы можете тоже послушать у Джимми, я вам расскажу то, что мне как бы запомнилось, и очень коротко. Значит, и здесь был Хэл, и Хэл это было хорошее слово, поскольку даже до сих пор люди говорят Хэллоу, вся эта история, которую говорит Джимми, она Хэл Хоум, Хэл это наш дом был оригинальный, и люди жили, соответственно, был один царь, это был Бог, Бог Фэмили, B-O-C-K, может быть, от этого слова и Бог там произошло и так далее. То есть в итоге, когда люди жили таким образом, да, вот интересная как бы микроистория из этих историй, как люди умирали, то есть человеку дано было палка, помимо огня, математики и еще нескольких вещей, которые делают нас различными между животными, одна из них это, когда животное умирает, оно уже не может ходить, вернее, оно готово умереть, а оно все умирает. Человеку Бог дал палку, и Бог в этой истории это солнце, и поэтому как бы это была пэйган религион, и она была одна религия, все были субтрофики, люди ходили все голые, было барбериан, пэрбарс, все как бы все разбиваются с рутового языка, и в общем как умирали люди, то есть человек, когда не мог ходить, он ходил с палкой до той поры, и пока он как бы уже без палки ходить не мог, но в то время, когда он уже взял в руки палку, каждый к нему из его рода приходил, и они глядя друг другу в глаза, лично обсуждали все их как бы проблемы перед смертью, последние важные вещи между этими двумя людьми. И, знаешь, когда он уже не мог без палки ходить, он шел к обрыву, и глядя на солнце, падал вниз, то есть человек, и его род, который с ним уже попрощался, они тоже смотрели, его несли к обрыву, да, они смотрели на солнце, он падал вниз, и через солнце их души соединялись, то есть солнце от слова solar, solar energy и sol, как бы тоже как бы, и дальше, ну дальше как бы земля наклонилась, то есть концовку, я расскажу концовку вот этой серии, да, потом там в принципе вся история она рассказывает, земля наклонилась, уже потери нравственности некой, было связано именно с тем, что люди потеряли некую нравственность, и они перестали быть, как бы им сетка вот эта меркоба, она прогнулась, и земля наклонилась, было объединение, и все как бы вымерло, и оставилось только вот этот остров, из-за того, что Гольфстрим остался, и остался, где сейчас Южная Финляндия, где Хельсинки, это был, как бы, оригинальный хэлл, такая вот история, это было введение, потому что я снял этот фильм, почему я это делаю, потому что я фильм снял, он лежит, как бы, я его не пиарю, у меня времени нет, и это, ну вот этот фильм, ну вот этот фильм, да, двухчасовая лекция, как бы, история земли, человек рассказывал эту лекцию не для того, он не ездит с этим, и никого не учит, он просто один раз рассказал. А где ты его встретил? Ну, по-самой. Собирайте Бок Сага, B-O-C-K, Сага, S-A-G-A, и смотрите информацию тому, кому это интересно.